Сегодня будем с вами тестировать Матрикс шампунь для пьема, который на зоне недавно был в покупочках. Очень интересно. Сейчас помою голову, посушу феном и покажу, как оно. Ну что, девчонки, по шампуню. Знаете, неплохо. С учетом того, что я не применяла ни бальзамов, ни масок, никаких ни смывашек, то есть только шампунь и фен. Я хочу сказать, что шампунь очень достойный в плане состояния волос. Вот хорошая расческа при сушке, практически не застревала, хотя у меня, наверное, до сих пор они пожены. Есть блеск. Блеск очень классный. С учетом пасмурной погоды, того, что я вижу в камеру, что блеск виден, это на самом деле круто. По поводу объема пока ничего сказать не могу. Но вроде как они такие рассыпчатые, все нормально, все отлично, руками приподнимаются. Но я вот такие вещи, я их оцениваю на следующий день. То есть, когда поспал с укладкой, с утра встал, если средство работает, то прикорневой объем на утро, прямо на следующий, будет хороший такой объем. А если не работает, то не будет. Так что буду смотреть, наблюдать. Пока очень понравился шампунь. Волосы выглядят просто достойно. И вроде как неприлизные. Буду смотреть. Так, девчонки, что вот еще по шампуням. Прошел день, то есть через день я мою голову, позавчера я ее, получается, смыла. Я не заметила никакого вау-эффекта. Вот корни жирные. Вчера челку еще отрезала себе, поняла, что так лучше. Сейчас пока непонятно, но потом после укладки будет нормально. Вот волосы все равно жирные. То есть через день, как я мою, да. Вот они уже вчера вечером были жирные, поэтому я вообще не поняла. Вот в принципе тот же самый эффект у меня на волосах от Фаберлик, крапива или алоэ. Не поняла. Но это только один раз. Буду пользоваться дальше пока им на постоянной основе. Посмотрю, может что изменится. Если что-то изменится, я обязательно накатаю пост в цене. Да, по этому поводу подробный. А пока я не вижу смысла 500 с чем-то рублей платить за шампунь, который, ну, не знаю. Посмотрим, в общем. Сейчас я им голову тоже помою и потом будем с вами краситься. Сейчас расскажу подробно, что как буду наводить. Мы будем с вами смешивать. 10-15 салонки, половинку. Так, артикул 82-76, эксперт колор 81-180-43. Сюда же пойдет у меня фиолетовый корректор 0,22, алин, сантиметра 4. И где-то сантиметр черной краски 1,0. У меня балет 1,0 краска где-то сантиметр. Для того, чтобы, не знаю для чего, в общем, мне так хочется, и желтизну сразу нейтрализовать, и чтобы не сильно светлое было. Так, и половинку ровно беру краски этой, половинку этой, и по половинке окислителя. У них очень высокий оксид, но зато более-менее держится. Вот, всего по половинке. Вот корни. Уже сантиметра 3 отросло. Они у меня седые, но уровень волос, уровень, наверное, четверки у меня. Такой холодный оттенок, он почти черный. Свои волосы, имею в виду. Последний раз, когда красилась, все было то же самое, что показывалось сейчас, кроме 1,0. И желтизна вылезла не сразу, попозже, но, тем не менее, она есть. Вот она есть, ее немного, но она есть, вылезла. Поэтому сейчас вот будем пробовать с вами еще с добавлением 1,0. Так все пошла мыть голову. Ну и начинаем наводить. Все подробно рассказываю, потому что, ну, до сих пор миллион вопросов про окрашивание. Хотя ролики есть, но все равно. Так, сначала мы с вами смешиваем краски все. Краски, корректоры и так далее. И только потом оксид. То есть берем половинку 8,1. Выливаем. Окислитель пока не добавляем. Он должен уже быть добавлен, когда у нас с вами замиксован цвет. Почему я беру по половинке? Потому что я не буду красить кончики. Я буду красить корни, ну и сантиметров 10 от них. Так, теперь половинку. 10-15. Я не хочу трогать кончики, у них вообще нормальный цвет. И у них и сжечь их не хочу лишний раз. Поэтому вот где-то корни и вот столько длины максимум. Где есть вот эта желтизна. 1 см, 1,0. Бахаем. Я вообще в колористике не сильно. И даже если посмотришь обучающее видео или кого-то послушаешь, да, все равно все зависит от базы. Это во-первых. От количества седых волос. От структуры волос. Очень много факторов разных, поэтому я всегда вот так опытным путем. Так, теперь вот этот фиолетовый корректор 0,22 сантиметра 4. Ой, даже не 4 у меня тут будет. Сантиметров 8. Ну, это корректор, как бы ничего страшного. Вот так получается. Перемешали все краски. Блин, они сами краски без окислителя. Вонючие, жутко. Фаберлик. Вот такая вот вышла консистенция. И теперь только добавляем окислитель. Сейчас опять будет вырвихлаз. Так, половиночку. От 8,71. По-моему, здесь девятка. В салонке, мне кажется, вообще двенашка. Ляна меня за такие проценты убьет, да, Ляна? Кажется, совсем обалдела. Так, а в салонке здесь, смотрите, как мало. Он очень жидкий тут окислитель. И добавляем половинку. Такое ощущение, что не долили, смотрите. Не долили, наверное. Так. Все, половину налила. Теперь быстро перемешиваем, наносим на волосы. В конце, за 10 минут до того, как смыть, буду эмульгировать. Что значит эмульгировать? Ну, я вам покажу потом. Значит, смочить кончики, если они высохли. Протянуть краску на мокрые волосы. Можно водички добавить просто на голову немножко. И протянуть на кончики. Вот как выглядит смесь. Вот такой вот цвет получается. Так, что мы делаем теперь с вами? Я буду начинать с затылочной зоны. Там она у меня прокрашивается хуже. Все буду делать это прям руками. Почему? Потому что опять куда-то все мои кисти Крис потеряла. И мне нравится руками. Я чувствую, куда я наношу. Я чувствую, что я промазываю и так далее. Поехали. В общем, сейчас покажу вам, как я наношу. Руками. Я беру прям зачерпываю руками. Это краска светлая. Руки не окрасятся, не успеют ничего. И наношу прям с затылочной зоны на корне. Там у меня седых волос нет. Они все спереди, заразы. И там окрашивается хуже всего. Прямо вот так руками я ощущаю, куда я наношу. Я ощущаю, где я нанесла, где нет. Как следует. Вот так. Все. Назад нанесла. Все элементарно и быстро. Расчески никакой не будет. Волосы не травмируем. Теперь по проборам. Также прям беру рукой. Такой варварский метод окрашивания, да, девчонки? Никакой эстетики. Но, тем не менее, результат. Вот так наношу на корни. И плюс еще чуть-чуть пониже захватываю. Где вот мне нужно подправить этот желтый цвет. Вот так. Потом все руками промассажирую. Вот так дальше. С вами переходим. Теперь беру краску. Все прокрашиваем. Почему я без перчаток, да? Ну, то, что мне так удобнее. Я сейчас за три минуты все на волосы нанесу и руки помою. Ничего не будет страшного. Вот где-то вот настолько, да, я крашу. Кончики не затрагиваю. И вот так всю голову дальше по проборам в эту сторону. И потом следующую. Волосы должны купаться в краске, помним, да? Поэтому краски не жалеем. Мне в прошлый раз было очень много двух этих красок. На всю голову практически. Поэтому половинки вполне и на еще одно окрашивание останется. Ну вот и все. Кончики мы не трогали. Вот таким образом это все дело выглядит. Фаршмачила? Нет, вроде. Даже футболку не фаршмачила. Хожу полчаса и дальше будем эмульпировать на оставшуюся длину. У меня тут кто-то на кнопки нажимает. Что произошло? Это будет одежка? Потом будем протягивать на оставшуюся длину. Пока все очень приличненько. Ну что, эмульгируем. Я уже такая черно-сиреневая. Так выглядит цвет. Сейчас мы будем все это протягивать на длину. Как? Я наклоню голову над ванной, добавлю немножко в руки воды. И вот так все массировать и на кончике протягивать. И будем держать еще 10 минут. Все, протянула. И теперь даже 5 минут, наверное, еще хожу и достаточно. И смываем. Потом посушу и покажу вам, что получилось. Вот и цвет, благодаря челочке, объем возле лица я так хотела. Все-таки с челкой гораздо лучше. Вот она так ложится. Ну, типа челки-шторки. На глаз. Класс. Вот. Он выглядит темнее, вам кажется. Камера передает не совсем верно, но он светлей. Еще подсмойтся. Я думала, что за 1.0 будет даже потемнее. Я так хотела. Вот. Но оказалось нет. Но оказалось нет. Вот. Вот так вот более-менее верно передает. Цвет, как всегда, классный получился. Красивый. Мне очень нравится это сочетание. Вообще здорово. Вот такой. Пока желтизны никакой нет. Там посмотрим. Она по-любому все равно у меня на корнях вылезет. Я уже с этим смирилась. Я тонируюсь потом. Всякими масочками, шампунями и так далее. В целом все классно. И объемно. Как ни странно, да. Потому что тот был шампунь. А после покраски я бальзамом от краски Эксперт воспользовалась. И волосики прям классные. Но мои кончики с вами не жгли. По шампуне, если что, напишу по сцене. Ну, а на этом буду ролик заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. И вопросы по покраске будут отпадать потихоньку. Потому что я все снимаю, все вам показываю. Все равно под каждым роликом вопрос про цвет волос. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.